Российская астрофизическая обсерватория «Спектр РГ» удостоена премии Марселя Гроссмана – престижной международной награды в области релятивистской астрофизики. Она присуждена за создание лучшей в мире карты всего неба в рентгеновских лучах, за открытие миллионов неизвестных ранее сверхмассивных черных дыр на космологических расстояниях, за регистрацию рентгеновского излучения от десятков тысяч скоплений галактик, заполненных в основном темным веществом, и за возможность детального исследования роста крупномасштабной структуры Вселенной в эпоху доминирования темной энергии. Также премия присуждена НПО имени Лавочкина, Институту космических исследований Российской Академии наук и Институту внеземной физики Общества имени Макса Планка. Обсерватория «Спектр РГ» – первый космический аппарат в истории отечественной космонавтики, которая работает в точке Лагранжа L2 на расстоянии полтора миллиона километров от Земли. За полгода «Спектр РГ» делает полный обзор неба. Планируется, что за четыре года будут сделаны восемь таких обзоров. После этого обсерватория приступит к детальным исследованиям наиболее интересных для ученых объектов Вселенной. Мы строим карту с разрешением 1 угловая минута в жестких рентгеновских лучах. Таких карт в таком диапазоне, жестком, раньше просто не существовало. А когда мы закончим четыре года обзора, как запланировано, то мы надеемся с помощью арта XC имени Павлинского увидеть уже 10 тысяч примерно таких вот источников жестких рентгеновских. Это будет, ну, на порядок больше, чем до сих пор известно источников в этом рентгеновском диапазоне. В Швеции прошли первые успешные испытания парашютной системы российской европейской миссии EXO MARS 2022. 15-метровый парашют первого каскада отработал без замечаний на сверхзвуковой скорости. Затем был введен 35-метровый парашют второй ступени, который затормозил аппарат уже на дозвуковой скорости. В ходе испытания большой парашют получил небольшое повреждение, однако штатно снизил скорость макета посадочной платформы. Для торможения в атмосфере аппарат также оснащен тепловым экраном и тормозными реактивными двигателями, которые включаются за 20 секунд до касания поверхности. Двигательная установка делалась совместными усилиями нашего предприятия партнерского, это КБ Химаш имени Исаева. Они разработали тормозной двигатель маршевый с диапазоном регулирования тяги от 300 до 1300 килограмм сил. Такой уникальный двигатель для посадки на Марс, который не создавался ранее нашей промышленностью. После контакта с поверхностью Марса двигательная установка по контактному датчику отключается и начинается штатная циклограмма развертывания механизмов. Раскрытие панелей батареи солнечных для получения энергии от Солнца, да, для питания аккумуляторной батареи. Раскрытие трапов съезда морсохода и раскрытие малонаправленной антенны для того, чтобы обеспечить радиосвязь с орбитальным модулем. Испытания и доработка парашютов ExoMars 2022 сейчас приоритетное направление деятельности разработчиков миссии. После ряда неудачных высотных испытаний специалистам удалось улучшить конструкцию парашютов при помощи наземных тестов на базе компании Jet Propulsion Laboratory в Калифорнии. Перед началом нынешних испытаний Европейское космическое агентство для снижения рисков заказало резервный комплект парашютов у американского производителя Airborne Systems, разработчиков парашютной системы для марсохода Perseverance. Цель миссии ExoMars 2022 — посадка на поверхность Красной планеты и проведение контактных исследований по поиску возможных следов жизни на Марсе. В холдинге российские космические системы приступили к испытаниям бортовой аппаратуры командно-измерительной системы для автоматической межпланетной станции Луна-25. На протяжении полета к Луне разработанная в РКС бортовая радиотехническая система будет обеспечивать круглосуточное управление и передачу данных с космического аппарата, расчет его орбиту и выдачу тормозных импульсов, а также следить за техническим состоянием станции, сообщает пресс-служба РКС на своем сайте. Система также будет контролировать раскрытие солнечных батарей, работу системы ориентации и телекоммуникационных систем Луны-25. Автоматическая межпланетная станция создана в НПО «Лавочкино». Ее главная задача — посадка на Южный полюс естественного спутника Земли и проведение контактных исследований поверхности. Научно-производственная корпорация системы прецизионного приборостроения и Южноафриканское национальное космическое агентство подписали контракт на размещение в ЮАР российского комплекса обнаружения и измерения параметров движения космического мусора на низких, средних и высоких околоземных орбитах. Наземная станция способна определять угловые координаты объектов, идентифицировать их с уже внесенными в базу данных комплекса и передавать полученную информацию в Центр сбора и обработки данных. Представители Госкорпорации Роскосмос и мексиканской космической компании SpaceGLTZ провели рабочую встречу, на которой обсудили перспективы сотрудничества в рамках российской подпрограммы «Сфера». Уникальные знания и навыки, накопленные российской космической отраслью, могли бы помочь Мексике и другим странам Латинской Америки в короткие сроки перейти на качественно новый технологический уровень в космической связи, навигации и мониторинге. В свою очередь, компания SpaceGLTZ предложила Роскосмосу содействие в продвижении его продуктов и услуг на латиноамериканский рынок. Китайские тайкунафты в воскресенье совершили выход в открытый космос. За пределами модуля Тяньхэ они проработали семь часов. Это было хорошее испытание для всего космического оборудования, включая скафандры, роботизированную руку-манипулятор и систему по обеспечению выхода космонавтов за пределы модуля, заявил заместитель главного конструктора китайской программы пилотируемых полетов первый космонавт КНР Ян Ливэй. Очередные пуски с космодрома Восточный в Амурской области состоятся осенью. Об этом сообщил генеральный директор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов во время построения боевого расчета, осуществившего предстартовую подготовку пуск, ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи «Ванвеб» 1 июля. Астрономы открыли самый крохотный, но в то же время самый массивный белый карлик из когда-либо обнаруженных за всю историю наблюдений. Этот дымящийся уголек сформировался при объединении двух звезд. В результате уникальное светило оказалось массивнее нашего Солнца, а по размеру схоже с Луной. Это может показаться парадоксальным, но меньшие по размерам белые карлики имеют большую массу. Это связано с тем, что в их недрах не протекают ядерные реакции, которые не позволяют обычным звездам схлопываться под действием гравитации, поэтому их размер регулируется законами квантовой механики. В дальнейшем открытый учеными объект может эволюционировать нейтронную звезду, поскольку является достаточно массивным для трансформации такого рода. Солнечное затмение и бумажная Луна. Снимок сделан Вангом Литианом в китайском регионе внутренняя Монголия в начале июня этого года. Затмение снималось с помощью солнечного телескопа, пропускающего водородную часть спектра. На светиле можно увидеть хромосферу, протуберанция и солнечные пятна. Танцующие полярные сияния на Сатурне. Инфракрасная фотография была получена с помощью уже прекратившим свое существование космическим аппаратом Кассини. Некоторые изменения в полярных сияниях связаны с волнами в магнитосфере Сатурна, создаваемыми его спутниками. Недавно учеными было обнаружено, что полярное сияние, которое еще имеет название Аврора, в честь богини утренней зари, нагревают верхние слои атмосферы планеты-гиганта. Каньон на реке Ашаганды в Казахстане. Снимок нашего подписчика Евгения Бондаря специально для программы «Космическая среда». Фотография сделана с применением диффузного фильтра и 50-мм объектива в центре созвездия Стрельца и Змеенотца, указывающий на центр галактики Млечный Путь. Присылайте ваши астрофотографии, вопросы о космонавтике и астрономии на tvsobako.tv.roskosmos.ru и до встречи в космической среде! Змущение в Казахстане от ВКП. Влажнение Tyson. Лещен, это изм проекта Донгчевского района! Долг sobie в лошади! К lazım на центральной차�ании полку в Gotay, главное ступить! opponents böl time. Для намasp 대� Vielen Doing